Всем-всем привет! Никогда не снимала кулинарные видео, но тут вот наконец-то решилась. Честно сказать, не готова была к этому, потому что у меня тут особой красоты не будет. Захотела заснять, значит, у меня запеканка. Картошка, кабачок и помидор. Помидора много не хочется класть. Думаю, сока много будет. А я бы положу. Вот. И у меня тут такая картошка, надо было бы все одинаковой формы, выбрать более-менее кабачок, помидор. Ну, как получится, короче. Главное, чтобы было вкусно. Так, значит, пока я очистила кабачок, нарезала тоненькими кружочками картошку тоньше, чем кабачок, и помидор. И вот, значит, пытаюсь это все выложить в форму для запекания. А картошка зачем тоньше кабачка? Чтобы пропеклась. Она жестче, чем кабачок из-за этого? Плотнее, наверное. Плотнее. Кабачок молоденький, свеженький, поэтому, мне кажется, он очень быстро сготовится. Да, я уже готовила, только, правда, не такую. Нет, два назад. Очень вкусная была запеканка. Чуть язык не проглотили. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Нужно, это не один видим, нужно обрезать. Вот, значит, пока у нас такие ингредиенты. Соскалываем все. Кладем, кладем, заполняем форму в хаотичном порядке. Не форму, а? Форму для запекания. Это форма. Форму. Вау, ты не знал, что это форма для запекания? Нет. Я в ней всегда запекаю. Юрик, ты теперь много чего узнаешь. Я научусь готовить, слава богу. Будешь потом смотреть, если меня дома не будет, и готовить. Вкуснее. И ждать супругу, когда же она придет и покушает. Ну да. Ха-ха-ха. Очень смешно. Приготовила соус. Значит, грамм 150 сливочного масла. Растопила. Туда добавила ложку муки. Все это промешала хорошо. И добавила грамм 250 молока. У меня это все закрепело. Я остудила. Добавила туда яйцо. Размешала хорошо. Две полные ложки сметаны. Два зубчика чеснока. Перец. Соль. Ну, пожалуй, все. Значит, это все остыло. Я сейчас буду заливать вот эти вот кабачки. Значит, вот тут все разложила в этой форме, в хаотичном порядке. Не думала, конечно, что буду снимать видео. Ну, захотелось. Ну, вот. Все-таки решилась. Хотела все время. Думала, раньше будет кухня у меня. И я буду видео снимать. Но кухня я не дождалась. Так вот можно нестать. Значит, натерла. Натерла сыр. Ну, я никогда не насыпаю сразу. Кухни нет. Делаем в коридоре. Кушать тоже в коридоре. Выключи. Выключи. Ставим в духовку. Поехали. Ставим в разогретую духовку. И ждем. Вот в такую разогретую духовку. По духовкам-то мы более специалисты, чем по овощам. Я про себя говорю. Так, так, так. Пошла, пошла, пошла. А, вкуснятия чувствую будет. Хорошо. Сколько там градусов всех? Так, я выставила температуру на 230 градусов. Ого. Ну, и конвектор включила. Ну, в смысле гриль? Нет, конвектор. Конвектор. Ну, ладно, конвектор. Прошло примерно минут 10. Смотрите, там как все красиво кипит. Так, не знаю, как оно будет, не видел. А тут все бурли. Нужно вот где-то улечное открыть. Так, все кипит, бурли, все запеклось. Еще раз мою супу вытащить. Надо сыро добавить. Ой. Так, так, так. Луковку что, выключаем? Да ты что? Луковку, а, не надо выключать? Прикроем, мы же будем дальше печь. Как раз... Валюка, не снимай меня. Давай. Так, посыпаем сыром. Я не люблю сразу сыром засыпать. Я всегда его после засыпаю. Что-то не тает. Ну, и так растает. И запечется сырная корочка. Мне кажется, тогда будет вкуснее. Так. Что-то как-то... Ну, вот так, пожалуй. И все, сейчас снова ставим. Запечется корочка. И мы достанем. И будем кушать! Сейчас мы будем кушать. Наша запеканка овощная приготовилась. Сырная корочка сверху. И сейчас мы это будем пробовать. Ням-ням-ням. Сначала накладывать. Приятного аппетита. Все. У меня слюнки текут. Вау. У меня тоже. Ладно, всем пока. Процесс еды снимать не будем.